Чтобы быть знаменитым футболистом, не обязательно играть за Барселону или Реал. Звездой можно стать и в маленьком клубе. Именно о таких игроках и пойдет сегодня речь. Это эксклюзивный ТОП-10. С вами Аспорте ТВ. Пристегните ремни. Мы начинаем. Десятое место. Лейтон Бэйнс. Синоним слова «преданность» Лейтон Бэйнс начал свою карьеру в Академии Эвертона. Но, как это часто бывает, клуб не увидел в нем талантливого игрока. И продал в Уиган. Там левый защитник провел более 140 матчей, закрепился в основном составе. И вывел клуб в премьер-лигу, пройдя целых три уровня английской системы. В 2007-м Эвертон возвращает своего воспитанника. И тот сходу становится незаменимым игроком Ирисок. За 13 сезонов Бэйнс стал одним из лучших игроков АПЛ. Его хотели Бавария и Интер времен Жезе Мауриньо. Однако Лейтон остался верен команде, став ее живой легендой и настоящей звездой. 9-е место. Димитрий Пае. Назовите хоть один топ-клуб, который не хотел увидеть Димитрий Пае в своем составе после Евро-2016. В Вестхэме француз буквально горел на поле. Казалось, у него нет слабых сторон. Мощный дальний удар, чувство первого паса и прекрасные удары со штрафных. До АПЛ Димитрий играл за Марсель, однако на космический уровень вышел только под чутким руководством Славина Билича. После дебютного сезона Пае заинтересовал ряд топ-клубов, что сделать чертовски трудно выступая за английского середняка. Сказку смогло испортить лишь поведение Вингера, который со скандалом вернулся на родину, где лишь изредка демонстрирует былой феноменальный уровень игры времен Уэстхэма. Восьмое место. Хуан Роман Рикельме. Наверное, сейчас мало кто вспомнит Хуана Романа Рикельме, а ведь в 2002 году его называли новым Диего Марадонной. Именно в этот период крупного, но невероятно техничного аргентинца подписала каталонская Барселона. Там воспитанник Бока Хуниерс просто потерялся и вчистую проиграл конкуренцию Рональдинио, который стал любимчиком руководства Синегранатовых. Недолго думая, полузащитник решил отправиться в скромный и мало кому тогда известный Вильяреал, который мог несомненно дать ему больше возможностей. За два сезона желтая субмарина вместе с Рикельме на одном дыхании взяла бронзу премьеры и сенсационно дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Остановить испанский клуб смог только Арсенал, вернее обидный промах Рикельме с пенальти. После такой ошибки мало кто смог бы оправиться, но Роман справился. В качестве звезды он вернулся в Боку и в одиночку выиграл Кубок Либертадорес, трижды отличившись в драматичном финале. Седьмое место. Кевин Дебрёйне. До сих пор идут споры, кто же круче, Эден Азар или Кевин Дебрёйне. И если игрок Реала раскрылся в Челси, то футболист-горожан сделал это не в самом мощном клубе. В 18 лет Дебрёйне стал основным в Генке, после чего его подписал сам Роман Абрамович. В составе аристократов у талантливого паренька не задалось, и он был отправлен в Ольцбург, который знает, как работать с талантами. Сезон 14-15 Кевин закончил на мажорной ноте. 16 очков по системе гол плюс пасы серебро чемпионата Германии. Смена клуба явно пошла на пользу полузащитнику. Там он не испытывал никакого давления и стал настоящим лидером волков, как на поле, так и в раздевалке. Сейчас бельгиец является основополагающей фигурой в Манчестер-Сити и смычком в сложном футболе Пепа Гвардиолы. 6 место. Киллиан Мбаппе. Как нужно играть, чтобы к 20 годам стать самой настоящей суперзвездой? Киллиан Мбаппе попал в Монако в раннем возрасте и со своими партнерами по Академии образовал состав, который выходил в четверть финал Лиги Чемпионов. В футболке Манегасков юный форвард провел два полноценных сезона, забив в общей сложности 16 мячей. Его космическая скорость вкупе с дриблингом стали его коронной фишкой, а умение открываться в нужный момент вышло на космический уровень. Из маленького княжеского клуба Мбаппе перешел в ПСЖ, на тот момент став самым дорогим футболистом до 20 лет. Сейчас он разносит Лигу 1 и благодарит за это именно Монако, который 6 лет назад принял его под свою опеку. Прогнозы на любые матчи от ведущих каперов можно бесплатно получить прямо на свой телефон. Betting Insider – это главное приложение для тех, кто интересуется ставками. Бесплатно как для пользователей Android, так и для владельцев iPhone. Открыв приложение, вы сразу увидите список самых популярных прогнозов на сегодня. Прогнозы оставляют обычные пользователи. Можно посмотреть, находится советчик в плюсе или нет. Лучшие из лучших попадают в рейтинг, в котором разыгрываются 150 тысяч рублей каждый месяц. Качай приложение по ссылке в описании и выводи свой аккаунт в букмекерской конторе в плюс. 5 место. Эдин Джеку Трудное детство на пути к славе не помешало Эдину Джека стать одним из самых результативных форвардов мира. В начале 2000-х он дебютировал в местной премьер-лиге на позиции полузащитника, а уже через два года уехал в Чехию, где и переквалифицировался в нападающего. Там рослого боснийского паренька заметил Вольсбург, который в прошлом сезоне находился на грани вылета. Тогда команду принял эксцентричный Феликс Магат, сходу сделавший ставку на Джеку. В первом сезоне Эдин набрал 8 очков по системе гол плюс пас, зато в следующем забил 26 мячей и помог Волкам впервые выиграть золотые медали Бундеслиги. Забивного классического форварда хотели многие топ-клубы, однако боснийец принял решение задержаться еще на два сезона. В 2010-м Джека перейдет в Манчестер-Сити, где станет основным игроком на долгие годы вперед. Четвертое место. Самуэль Этоо. Оказавшись ненужным адридскому реалу, Самуэль Этоо решил попытать свои силы в менее сложном клубе. Для этой задачи идеально подошла Майорка, который в это время считался заядлым аутсайдером испанского чемпионата. За первые два года Камеруни стал своим в составе красно-черных. На второй сезон Этоо стал основным, и сходу разразился одиннадцатью мечами. Тогда Майорка заняла сенсационное третье место, на финишной прямой обогнав грозную каталонскую Барселону. Спустя пару лет Самуэль примерит на себя синие гранатовые цвета, став частью ударного трио Месси Этоо Волшебник Рональдинио. Третье место. Алан Ширер. Алан Ширер никогда не играл в топ-клубах. Он прошел по трем середнякам английской премьер-лиги гордой походкой, став звездой в каждой команде. Однако особняком в его карьере стоит Блэкберн, с которым король выиграл золото АПЛ. До этого момента Алан был просто добротным футболистом, забивающим по пятнадцать мячей за сезон, но все изменилось в девяносто третьем. Тогда британец первый раз перешагнул отметку в тридцать голов, а на следующий сезон в компании Кенни Далглиша он праздновал легендарную победу, и все это в возрасте двадцати пяти лет. Всего в составе Роса он проведет сто тридцать восемь матчей, в которых отличится сто двенадцать раз. Уже после этого он перейдет в Нью-Кассел, где и закончит свою славную карьеру. Второе место Нголо Канте и Джейми Варди. История этих двух парней достойна отдельного фильма. Нголо Канте отличается своей огромной скоростью и невероятным трудолюбием. Именно эти качества позволили ему в короткий срок пройти путь от третьей французской лиги до Лестера, с которым он стал чемпионом АПЛ. Сейчас Канте основной игрок Челси, которого желают заполучить многие гранды мирового футбола. История Джейми Варди не менее удивительна. Поздно начав карьеру через любительские клубы, он добрался до основного состава ЛИС и звания игрока сезона в премьер-лиге. И если француз это звезда мировая, то Варди это история про один клуб, для которого он уже стал живой легендой. Первое место. Мэтью Летесье. Если вы не видели нарезку голов Мэтью Летесье, вы многое потеряли. Невероятно скромный британец провел точно такую же карьеру, выступая за Саутгемптон. Пик карьеры нестандартного полузащитника пришелся на 90-е. Его убойные удары в дальнюю девятку терроризировали голкиперов АПЛ вплоть до 2002 года. 444 матча, 162 гола, статус легенды, прозвище Бог и выгодные предложения от Манчестер Юнайтед и Мадридского Реала. Летесье это ярчайший пример, как выступая за непопсовый клуб, стать настоящей звездой, оставаясь простым человеком в жизни и невероятным профессионалом своего дела на поле. На этом все. Пишите свой топ 10 игроков, которые стали звездами в маленьких клубах, и мы обязательно выпустим вторую часть. Всем пока!